Свои проекты привезли ребята со всего юга страны, центральной России, даже из Сибири. Участников поприветствовал глава Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. По словам губернатора края, форум позволяет раскрыть потенциал молодежи, ведь нередко именно благодаря их разработкам развивается промышленность и экономика. Сегодняшний форум – это площадка, которая позволяет вам раскрыть себя, как почувствовать, быть более уверенным в своей мечте, в достижении целей, к которой вы стремитесь. Будущее нужно формировать, а вы и есть то будущее, которое сегодня формируется, для которого создаются условия для того, чтобы вы все-таки в жизни состоялись. А вы уже будете формировать завтрашний научно-технический прогресс нашей страны, тот прогресс, результаты которого мы где-то сегодня покупаем, а завтра будем создавать сами, благодаря вам, и продавать всему миру. Потому что вы самые талантливые, самые одаренные и самые сильные духом ребята в нашей стране. Такой форум в Краснодаре проводится впервые. Всего на нем представлено более 340 проектов в самых различных областях. От тельского хозяйства и медицины до судостроения и космонавтики. Например, юные ученые предлагают использовать в поисковых операциях живых тараканов. К их усикам крепятся видеокамеры, и они могут проходить в самые труднодоступные места. Так спасатели могут увидеть, есть ли под завалами люди. Или другая идея – машина для сбора креветок. Правда, во время презентации ребятам не удалось показать весь процесс. Надувной бассейн для такого аппарата оказался слишком мал. Но, как заметил Венимин Кондратьев, у этого проекта есть все шансы на успех. Главное – не сдаваться. Александр, ты знаешь, ты особо не расстраиваешься, потому что я верю, что что сейчас такой же аппарат мы увидим не в рыжечном бассейне, в маленьком, а в реальном море. По-настоящему тобой сконструированный. И он будет не моделью, а настоящим работающим аппаратом, который будет собирать креветку, еще чистить море. Ты в это веришь? Да. Всего участия в фестивале принимают более 800 юных ученых. Помимо презентации своих проектов, ребята прошли различные мастер-классы и тренинги. Эстафету от винта у Краснодарского края приняла Нижегородская область. Именно там пройдет следующий научно-технический форум. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.